Кадамжайский район Баткянской области. Родина фруктов и овощей. Ранняя весна, ранние урожаи. Жители села Крыгызгыштак выращивают клубнику, вишни и персики. Эти плоды можно найти во дворе практически каждого дома. Используем капельное орошение, но много воды на полив не уходит. Выращиваем три разных сорта. Половину вырастили в тепличных условиях, быстрее созревает. Собирают урожай, приходят помогать родственники, внуки помогают. Потом вывозим на рынок. Продукция хорошо идет. Несколько дней назад на республиканском форуме «Ягоды Кыргызстана» первый экспортный продукт на 1 миллиард долларов. Замглавы Кабмина, министр профильного ведомства Бакат Турабаев отметил значительный рост интереса к кыргызским ягодам на международном рынке. Сегодня у нас экспорт идет в направлении ягоды. Ягоды у нас, это сезон сейчас идет. У нас в будущем это значит экспорт, это значит кукурузы. Экспорт значит у нас идет, это мясо, свежее мясо, это в Иран. Например, у нас на сегодняшний день уже мы в Иран поставляем каждую неделю по две большой грузомашины. Рост объемов производства в строительной сфере в полтора раза. Более 6,5% в сфере услуг. 2,5% в промышленности. Чуть более 2% в сельском хозяйстве. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, в первом квартале текущего года в Кыргызстане, более чем на треть выросли объемы производства очищенных нефтепродуктов. Почти на 29% деревянных и бумажных изделий полиграфической деятельности. Почти на 20% текстильное производство и производство одежды, фармацевтической продукции, пищевых продуктов и табачных изделий. По итогам 2023 года, по данным Афткома, объемы внешней взаимной торговли достигли почти 14 миллиардов долларов. Рост объемов экспорта продукции за пределы страны превысили объемы импорта. В сравнении с 2022-м, в 2023 году экспорт Кыргызстана вырос более чем на 40% и составил более 3 миллиардов 300 миллионов долларов. В 2022 году эта цифра составляла чуть более 2 миллиардов 250 миллионов долларов. Топ рынков, экспортируемые из Кыргызстана продукции, в 2023-м возглавляет Россия. Объемы экспорта в денежном эквиваленте составили около 800 миллионов долларов. Следом идет рынок Казахстана – более 455,5 миллионов долларов. На третьей позиции Узбекистан – более 290 миллионов 760 тысяч долларов. Следующими идут Китай и Турция – около 198 миллионов и 153 миллионов долларов, Как рассказали в профильном центре Минэконома «Кыргызэкспорт», главное направление развития экспортного потенциала в ближайшей перспективе – рынок Китайской Народной Республики. На настоящий момент из Кыргызстана в Поднебесную поставляется 10 наименований продукции. Экономика растет и по многим товарным позициям наблюдается рост розничных продаж в Китайской Народной Республике. Например, рынок ягод мировой составляет 6,7 миллионов тонн по клубнике, например. А в Китае рынок составляет 2,8 миллионов тонн. То есть это очень большой рынок на самом деле, рынок Китая. И, соответственно, для нас является важным приоритетом использовать географическую близость Китайской Народной Республики и теми экономическими показателями этого рынка, который говорит о том, что этот рынок становится все более и более привлекательным. Сейчас также Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности прорабатывается подписание протоколов по другим наименованиям. И вот по последней информации в ближайшее время будет подписан протокол на аквакультуру, на абрикосы и персики. Процесс диверсификации, то есть стратегии поиска новых рынков сбыта и расширения экспортного производства охватывает на настоящий момент, по словам главы Центра, также страны Ближнего Востока и Афганистан. Другие страны, куда экспортируют Кыргызстан – Беларусь, Иран, Сербия и Бельгия. Кроме того, несмотря на еще пока слабо развитую логистику, Кыргызстан в этом году почти на треть увеличил товарооборот со странами ЕС. Как стало известно на минувшей неделе, за пять месяцев текущего года в Единый реестр Евразийского экономического союза было включено еще 41 предприятие Кыргызстана. Полный список отечественных предприятий, входящих в Единый реестр и АЭС, достиг 395. Производство молочной продукции – 44, производство и реализация меда – 67, рыбоводство и переработка рыбы – 44, производство мясных продуктов – 21, производство национальной молочной продукции – 3, убойные предприятия – 11, выращивание, разведение и реализация сельскохозяйственных животных – 35, птицеперерабатывающие предприятия – 10, производство кормов для животных – 23, хранение и реализация продукции животного происхождения – 122, переработка животного сырья – 13, хранение и реализация ветеринарных препаратов – 1. Для того, чтобы попасть в единый перечень для беспредельственного ввоза своего продукта в страну ЕС, как выпускаемая продукция, так и производственные помещения должны соответствовать необходимым требованиям. Это предприятие, создавшее более 60 рабочих мест, планировало войти в список беспощного экспорта продукции до начала строительства здания. Сейчас уже экспорт нашей продукции мы имеем в Казахстане, то есть мы уже открыли там дистрибьюторство, склад есть. Также наша продукция, образцы нашей продукции прошли необходимую экспертизу в Саудовской Аравии. И сейчас тоже активно ведем переговоры об экспорте в Россию, в Узбекистан. Работаем мы на современном высокотехнологичном оборудовании. Можно отметить высокую производительность и высокое качество готового продукта. Кроме стран ЕС, около 25 кыргызских предприятий входят в реестр Китайской Народной Республики. Более 40 – Узбекистана, 12 – Турции. Мы усилили контроль за инспектированием предприятий и перемещением товаров. С этого момента у нас резкое увеличение предприятий, соответствующих требованиям ЕС. И список был расширен. На сегодняшний день у нас активно экспортируется молочная, мясная продукция. Это самые большие показатели и живые животные. Необходимо отметить, что включение в реестр ЕС открывает к кыргызским предприятиям доступ к более широкому рынку сбыта, позволяя им увеличивать объемы производства и экспорта. В составе Евразийского экономического союза Кыргызстан имеет возможность быстрого и беспрепятственного ввоза товаров через таможенные пункты стран-участниц, ликвидировать контрабанду и существенно увеличить темпы роста экономики. Блод Исайчинг из Джумагулов. АЛАТО 24. Итоги недели. АЛАТО 24. Итоги недели.